Послание Отца Абсолюта от 1 декабря 2019 года Единство душ действия Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хочется подвести итоги нашему разговору о необыкновенно сложном, многомерном строении души человека, соединенной на тонком плане со всеми своими высшими аспектами. Но мне хочется, родные мои, чтобы вы не углублялись в теорию, не включали свой ум, чтобы понять все тончайшие механизмы энергетического взаимодействия частичек души друг с другом. Не в этом состояла главная цель моих посланий. Прежде всего, мне хотелось показать вам единство душ действия. Хотелось, чтобы вы в полной мере осознали, что если все вы будете действовать в одном направлении, то сумейте, наконец, вынырнуть из того энергетического хаоса, в котором пребывает сейчас человечество. Что же означает действовать в одном направлении с божественной точки зрения? Прежде всего, это жить по совести, в большом и малом следуя законам мироздания, а не по искусственно внедренным человеческим законам, которые ведут людей в пропасть, и где для достижения своих целей все средства хороши. Если вы всегда будете помнить о том, что соединены с каждым встреченным на вашем пути человеком невидимыми энергетическими нитями, то вы поймете, что причиняя боль ему, вы одновременно причиняете боль десяткам, сотням и тысячам других частичек души, не только этого человека, но и вашей собственной, поскольку вы все попадаете в единое энергетическое поле боли и страданий. Но, с другой стороны, вы должны помнить о том, что и другой человек не вправе нарушать законы мироздания в отношении вас. И здесь проходит очень тонкая грань, родные мои, научиться защищать себя, не обидев другого. Как это можно сделать? Только живя по совести. Именно она должна стать отныне компасом вашей жизни и главным мерилом вашего поведения. Если ваша совесть чиста, то никакие обвинения и суждения в ваш адрес не должны вас задевать. Ваша совесть – это и есть та самая божественная частичка, которая живет изначально в каждом человеке. И каждый раз, когда вы идете против совести, вы испытываете мучения, сомнения, сожаления, словом, угрызения совести. Откуда пошло это выражение? Вас грызет червь сомнения, правильно ли вы поступили. Так ваша душа пытается докричаться до вас, остановить вас от необдуманного поступка, за который вам придется потом очень дорого расплачиваться. И если вы услышите этот зов души и вовремя остановитесь, то прервете целую цепочку негативных энергий, которые словно яд разлились бы по энергетическим структурам как вашей души, так и тех людей, которые оказались вовлеченными в орбиту данной жизненной ситуации. Поэтому, родные мои, жить по совести – это жить по велению души, а не по велению вашего ума и человеческого эго. И пусть это станет вашим главным вкладом в то, что я называю «единство душ действий», которое повернет коллективное сознание человечества на божественный путь, а значит, и позволит ему перейти вместе с землей в пятое измерение. И я благословляю вас на это, любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами.